Перед подшатком коллегии управления эдукацией, увага присутных, прикованная до выставы техничной творчести. Тут экспонуются коля 300 работ, наученцев и выкладчиков, профессийных и средних специальных установ эдукации. Представлены нанотехнологии, робототехника, электроника и шмат инших накерунков, якими текавится сучасная молодь. Придумал я его в начале лета, создавался он для помощи нашим преподавателям, так как цветы стоят довольно высоко и каждый раз лазить неудобно. Мы создали такую систему, которая позволяет удаленно через интернет, либо блютуз, с планшета, с компьютера, неважно, управлять поливом данных растений. Не меньше цикавый проект реализовали у Гомельским политехничным лицеи. Особливый интерес и он выкликая у аутоаматоров. Прилады, якую зарабил Дмитрий Савченко, признашены для зарадки аккумулятора. Устройство, которое при набрасывании клемм на аккумулятор, бывает даже неисправно с одной короткозамкнутой банкой. После запуска выжимается клавиша, фиксируется, идет зарядный ток 14,3 вольта с силой тока 100 ампер. Этого достаточно для того, чтобы сразу запустить бензиновый автомобиль, либо по истечении 5-7 минут запускается дизельный автомобиль. На коллегии адукации отзначено, что минулый год был для Галины поспеховым. Школьники региона отримали перемоги на международном узровне, а по выниках заключенного этапа республиканской олимпиады 89 завоеванных дипломов забеспечили Гомельщине, первое место – сирот областей. Задача на 2016 год – захование лидирующих позиций по забеспечению якостной адукации и снижение колькости правопорушения у сирот неполнолетних. Особная говорка про рациональное выкористание бюджетных сродков. До приклада, когда ранее подчас ремонтных работ в школах только одна треть суммы была накирована на набытье будовнейших материалов, а остатняя – на зарплату специалистам, то зараз по махшимости усе работы выконываются господаршим способом. Мы очень благодарны родителям за то, что оказывают посильную помощь в ремонтах классов, школы, приобретение оборудования. Это все улучшает образовательный процесс. Ну и основная задача, которая сегодня будет звучать в целом для отрасли образования на 2016 год – экономное использование абсолютно всех и человеческих трудовых ресурсов. Разумная оптимизация учреждений образования вместе. Если мы поставили цель укрепления позиций, мы ее добьемся, если будем работать все вместе и в нужном в одном направлении. До речи, по выниках работы за минулый год Управление Адукации отримало грамоту Министерства Адукации у номинации за высокую якость работы системы додатковой адукации детей и молоди. Лепшими у своих категориях были признаны Гомельские державные педагогичных колледж имя Выгоцкого и Яслисад номер один города Ельска. Еще две узнагороды за высокие показчики отримали отделы эдукации, спорта и туризма Чигуношного и Советского районов Гомеля.